Богослужение Сегодня мы празднуем величайшее событие. Сын Божий воплотился, принял плод человеческую, человеческую природу от Пресвятой Девы Марии с тем, чтобы уврачевать, восстановить эту поврежденную грехом природу, спасти человечество от последствий греха вечной смерти. Звучит песнопение «С нами Бог» на музыку духовного композитора, священника Василия Зиновьева. Песнопение исполняет хор Храма Христа Спасителя под управлением Ильи Толкачева. Песнопение исполняет хор Храма 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 Рождение Христа Спасителя было предсказано ветхозаветными пророками и ожидалось на протяжении столетий многими поколениями верующих людей. В основу песнопения «С нами Бог», которое продолжает звучать под сводами храма, положено пророчество Исаии. Этот пророк, живший за 700 лет до Рождества Христова, возвестил будущее рождения Спасителя от Девы. Просвещенный Духом Святым, он так ясно видел духовным зрением грядущие события Нового Завета, что его нередко называют ветхозаветным евангелистом, то есть благовестником. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 За пением тропаря следует исполнение еще одного праздничного песнопения Он называется Кан-дак Когда-то в древности так назывались пространные богословские поэмы входившие в состав христианского богослужения. Но с течением времени о богословском содержании праздника стал рассказывать другой жанр цикловной гимнографии – канон. О нем я поговорю чуть позже. Перевод этого песнопения таков. Сегодня Дева рождает того, кто выше всего существующего. И земля приносит пещеру неприступного. Ангелы словословят вместе с пастухами. Волхвы же путешествуют за звездой. Потому что ради нас родился младенец предвечный Бог. Волхвы же со звездой путешествуют, путешествуют, путешествуют. В православной традиции существует определенная символика цвета. Она касается прежде всего богослужебных облачений, в которые одеты священнослужители. Сегодня цвет облачений золотой. Цвет – солнца правды. Великой, пресловной чудо, совершить однись. Великой, пресловной чудо, совершить однись. Преворожает и утром, как и сливает. Если мы обратим внимание на тексты песнопений, то заметим одну характерную особенность. Частое повторение слов «днесь», «ныне», «сегодня», «сейчас» Дева присущественно врождает. Событие совершилось более двух тысяч лет тому назад, но то, что произошло тогда, имеет непосредственное отношение и к нам, живущим сегодня. Поэтому Церковь своими песнопениями и священнодействиями, всем своим богослужением вводит нас в некую особую реальность. Мы становимся духовными участниками и свидетелями, совершающихся перед нашим духовным взором событий. Мы молительно переживаем их. В храме звучит песнопение, завершающее чинопоследование по вечерям. Это песнь святого праведного Симеона, богоприимца, воспетая им при встрече младенца Иисуса, принесенного Девой Марией и праведным Иосифом в сороковой день по рождению в Иерусалимский храм для посвящения Богу, как того требовал обычай. Музыка Павла Чеснокова Этот эпизод из Иваневского повествования «Встреча богоплоденца в Иерусалимском храме» ввиду его особого значения празднуется Церковью как «Великий праздник». Он отмечается 15 февраля по новому стилю на сороковой день после Рождества и по-славянски называется «Сретение», что значит «Встреча». Песня «Встреча богоплоденца в Иерусалимске», Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне приснай во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святы посети, исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне приснай во веки веков. Аминь. Отче наш, ниже и си на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое, царство и силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне приснай во веки веков. Возглас произносил митрополит Истринский Арсений, первый викарий-патриарха. Вновь звучит тропарь праздника Рождества Христова. Рождество Твое, Христе Божий наш, рождением Твоим, Христе Божий, высиял для мира свет ведения. Ибо те, кто прежде служили звездам, воздавая им поклонение, то есть волхвы астрологи, звездой же были научены поклоняться Тебе, Солнцу Правды, и познавать Тебя. С высоты Твоего восхода, Господи, слава Тебе! Закончилось повечерье и начинается служение утреннее. Патриарх совершает кождение алтаря. Слово «алтар» латинского происхождения в переводе на русский язык означает «возвышенный жертвенник». Здесь в центре стоит престол, на котором и будет совершено таинство Евхаристии, таинство Благодарения. Принесение бескровной жертвы Благодарения о всех и за вся. Слово «алтар» латинского происхождения в переводе на русский язык означает «возвышенный жертвенник». Эта часть службы, отличающаяся особой торжественностью, называется «полиелей», в переводе с греческого «многомилостие». Своё название эта часть утренней получила от содержания псалмов 134 и 135, прославляющих милость Божию. Песня «И nuestro querido Electric» Принесение «Ирово bajar» Патриарх, как я уже сказал, совершает кождение. Это древняя форма богопочитания, существовавшая еще во времена Ветхого Завета, до пришествия в мир Спасителя. Духовный смысл кождения раскрывает нам стихи из книги Псалты. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою воздеяние руку моею жертва вечерней. Пусть молитва моя, подобно кадильному дыму, будет возноситься к небесам, а молитвенное воздеяние рук будет подобно жертве вечерней». Завершив кождение, Патриарх возвращается в центр храма и останавливается на кафедре специального возвышения перед иконой Рождества Христова. Под сводами храма звучит «Величание» – краткое безнопение, прославляющее празднуемое событие. «Величаем, величаем Тебя, Христос, податель жизни, ради нас ныне родившегося плоти от безневестной и причистой Девы Марии». Песня «Величаем Тебя» Песня «Величаем» Песня «Величаем Тебя, Христос, податель жизни, ради нас ныне родившегося плоти от бездонства, но сам раздостаби и спаси, 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 ой. Гор исполняет степенную и степенный антифон. Эти песнопения входят в состав праздничной утрени. Они составлены в подражании так называемым степенным псалмам. Это 119 и 133 псалмы. Которые во времена Ветхого Завета пели паломники на ступенях Иерусалимского храма. В это время протодиакон идет в алтарь и берет с престола Евангелие. Евангелие всегда находится на престоле, как главная книга христианства. Евангелие буквально означает «благая весть». И выйдя на Амфон, произносит «Прокимен». Песня «Прокимен» Слово «Прокимен» означает «предшествующий». Так как возглашение «Прокимен» предшествует чтению Священного Писания. Песня «Прокимен» Возглас произносил епископ Солнечногорский Сергий, «Прокимен» Руководитель административного секретариата Московской Патриархии. Второй прокимен «Всякое дыхание дохвалит Господа». То есть все призваны прославить Господа, Творца и Спасителя. Руководитель административного секретариата Московской Патриархии. И сейчас будет прочитана Евангелие, повествующее о Рождестве Христовом. Это фрагмент Евангелия от Матфея, глава 1, стихи с 18 по 25. Возгласом «Мир всем» патриарх молитвенно пожелал собравшимся душевного мира, как необходимого условия восприятия евангельских истин. Слушаемся! Иисус Христово Рождество си тебе, обручение у бабыевшей Матери Его Марии Иосифове, прежде даже днеснитесь има, обретесь имущего чреве от Духа Свята. Иосиф же муж, и я праведен сын, и не хотя ее обличите, восхоте тайт, пустите ю. Сия же ему помыслившу, си ангел Господень во сне явись ему глаголя. Иосиф, и сын, и Давидов, не убойся приятий Мариам, жены твои я, родшая бы ся в ней от Духа Свята есть. Родит же сына, и наречешь имя Ему Иисус, той бы спасет люди своя от грех их. Сия же вся бысть, да сбудется реченная от Господа пророкам глаголющим, сей дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя Ему Эммануэл. Еже есть сказаемо, с нами Бог, восстав же Иосиф от сна, сотвори, якоже повеле ему ангел Господень, и прият жену свою, и не знаешь, и я, донди же ради сына своего первенца, и наречи имя Ему Иисус. Для большей ясности прочитаю этот же текст на русском языке. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели не сочетались, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же мужью, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да разбудится реченное Господом через пророка, который говорит, «Се девы во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Звучит особо торжественная часть утренней – канон. Духовно-поэтическое произведение, составленное по определенным правилам. Слово «канон» означает «мера» или «правила». Канон состоит из девяти основных частей песни. История Песня «С нами Бог» История Песня «С нами Бог» Над составлением рождественского канона потрудился преподобный Иоанн Дамаскин, живший в восьмом веке в Дамаске. Определенное влияние на его творчество оказывали произведения церковного красноречия. Так «Ирмос» первой песни рождественского канона, которую мы только что слышали – «Христос рождается, славите», составлен под влиянием слова на Рождество святителя Григория Богослова, отца и учителя церкви, жившего в четвертом веке. История Песня «С нами Бог» Как я уже сказал, канон состоит из девяти песен, и каждая песня, в свою очередь, из нескольких тропарей, которые обычно читаются. Перед началом каждой песни звучит «Ирмос». Слово греческое означает «связь». Эти песнопения как бы связывают между собой песни, основные части канона. Сегодня, как я уже говорил, богослужения совершаются по несколько сокращенному чину, поэтому звучат лишь певческая часть канона, поются одни «Ирмосы». Слово греческое означает «Связь». Музыка к этому замечательному канону написана Дмитрием Алиманом. Музыка. 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 Во время праздничных богослужений словословия в честь Пресвятой Богородицы, сопровождаемые каждый день, предваряют последнюю, девятую песнь праздничного канона. Вы только что слышали, как протодиакон перед иконой Рождества Христова возгласил «Величай, душе моя, честнейшую и славнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу». По своему содержанию, девятая песнь величает Пресвятую Деву, престол Херувимский, и обличает безумный замысел деда-убийцы Ирода. Таинство вижу чудное и необычайное. Небом стал вертеп, престолом Херувимский Дева, яслие вместилище, в котором возлег невместимый Христос Бог. Слава Тебе, показавшему нам свет! Возгласом Патриарха начинается пение великого словословия, возвещенного ангелами вифлеемским пастухам. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеческих благоволениях. Патриарх, стоя на кафедре, осеняет всех молящихся Дикирием и Трикирием. Это две и три свечи. У них тоже есть своя символика. Три свечи – это символ Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. А две свечи символизируют божественную и человеческую природу в Единой Личности Иисуса Христа. Великое словословие. Музыка Павла Чеснокова. Музыка Павла Чеснокова. Музыка Павла Чеснокова. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, 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 изображенная от остального пространства преградой, иконостасом. Как я уже говорил, в алтаре находится престол, место особого незримого присутствия Божия. Согласно древним символическим толкованиям, алтарь является собой небо, рай и царствие небесное. Справа и слева от алтаря находятся клиросы, такие возвышения. Одном из них, на правом клиросе, как вы только что видели, находится председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев с детьми воскресной школы Храма Христа Спасителя. Под пение «Испола эти деспота», что в переводе означает «на многое лето владыка», патриарх совершил кождение иконостаса и молящихся. Православные традиции кождение совершаются не только перед предметами священными, престолом, святыми иконами, Евангелием, но и перед обычными людьми, потому что по учению Слова Божия, каждый человек носит в себе образ Божий. А исполнение песнопений на греческом языке, которое обычно бывает при архиерейских и патриарших служениях, это дань исторической традиции, поскольку до середины 15 века русская церковь была митрополией церкви греческой, и многие ее предстоятели были греками по происхождению. В это время патриарх в алтаре читает тайные молитвы. Они называются так, потому что не произносятся вслух, громко или, как говорится в наших богослужебных книгах, велегласно, а читаются в полголоса. В последовании Божественной Литургии таких молитв несколько, и я по ходу нашей трансляции буду просто передавать их основное содержание. В этой молитве, которую патриарх только что прочел, он просил Отца Небесного, воспеваемую Херувимом и Серафимом, принять от нас грешных и несовершенных людей тресвятую песню, светлая ангельская пения, совершаемая ангелами у престола Божия. Также он молился о упрощении наших вольных и невольных согрешений, а также о том, чтобы вся наша жизнь была посвящена служению Богу. На патриарше богослужения совершается великая похвала, торжественное пение с пожеланием многих лет всем предстоятелям поместных православных церквей. Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому Евсияруси, Богом Женщином! Или Святейшему и Блаженнейшему, как далеко за Патриарху всей Грузии, Иринею, Святейшему Патриарху Севскому, Богом Женщином! Данилу, Блаженнейшему Патриарху Рубинскому, Богом Женщином! Вселенское православие представляет собой братскую семью поместных церквей, в число которой входит и самая многочисленная из них Русская Православная Церковь. Каждая из 15 поместных церквей совершает свою спасительную миссию с учетом национальных особенностей и культурных традиций различных народов. Соединяет православных всего мира общая вера, богослужение, участие в таинствах и взаимная христианская любовь. Одним из проявлений любви и единения православных христиан является взаимное поминовение предстоятелями друг друга. Существует и особый порядок поминовения. Так, предстоятель Русской Православной Церкви традиционно поминается после патриархов Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Благолета! Преосвященным митрополитом, архиепископами и епископами всем освященному собору Благолета! Благолета! Богохранимей стране нашей, властям, воинствой, народу и я и всем православным христианам благословим! Пресущий свет рождает, рождает, и земля претех не прескутану, приноси, приноси. Духовенство в алтаре поет контакт Рождества Христова, составленный преподобным романом сладкопевцам, христианским подвижникам и гимнотворцам, жившим в V веке. Уроженец города Верита, современный Бейрут, он проходил свое служение в знаменитом храме Святой Софии в Константинополе. По преданию преподобный роман получил от Божьей Матери особый дар – слагать церковное песнопение, и первым гимном, который он составил, был рождественский контакт «Дева днесть присущественного рождает». Напомню еще раз его русский перевод. «Сегодня Дева рождает того, кто выше всего существующего, и земля приносит пещеру и преступления, ангелы славоствуют вместе с пастухами, волхвы же путешествуют за звездой, потому что ради нас родился младенец Превечный Бог». Контакт Рождества Христова исполняется на музыку Дмитрия Бортнярского, выдающегося композитора 18-19 столетий. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые телезрители, у нас есть возможность вновь побывать в деревне Тургинова Тверской области на богослужении в Покровском храме. Вот мы видим с вами на клиросе, читая Соломы, храм полон, и не только потому, что здесь сегодня глава государства Владимир Путин. Рождество такой праздник, на который обычно собираются все православные люди. Два, пожалуй, самых великих, главных праздника в православной церкви – это Рождество Христово и Пасха. Говоря о наступившем годе, хотелось бы сказать несколько слов о минувшем, 2015-м, который был годом особым, годом празднования, тысячелетия представления святого, равнопостального и великого князя Владимира, крестителя Руси. Надо сказать, что торжества были не только церковными, они широко отмечались на церковно-государственном уровне во всех епархиях русской православной церкви. И Владимир Владимирович принимал в этих торжествах участие не только как глава государства, но и как те заименитые, ибо он носит имя святого князя Владимира. Но здесь еще литургия не началась, а в Храме Христа Спасителя, как вы знаете, литургия уже идет. Мы возвращаемся в столицу России, в Москву. Здесь момент литургия. Поется песнопение «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя». Смысл его таков. Принявшие святое таинство крещения должны теперь верой и добрыми делами облечься во Христа, то есть Бога уподобиться. Особенность рождественского богослужения в том, что поется именно это таинство, именно это песнопение. Оно напоминает о древнем обычае принимать таинство крещения накануне великих праздников. Он мертвы и все. И духови твоему, премудрозь, какими глаз ось мы, вся земля допоконится тебе и поет тебе, да поешь же имени твоему вышни. На горном месте устроен трон, на котором восседает патриарх во время чтения апостола Книги, которые содержат часть Нового Завета, Деяния и послания святых апостолов Этому чтению предшествует Прокимин, который произносит Протодьякон Это интересная история этого трона, который вы только что видели Именно на него, после избрания 1 февраля 2009 года, то есть 7 лет назад, был возведен новый 16-й патриарх Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл Кстати сказать, в наступившем году, 20 ноября, ему исполнится 70 лет Следует отметить, что после разрушения Храма Христа Спасителя 5 декабря 1931 года Этот трон сохранился и был перенесен в Троицкий собор Александр Невской Лавры в Санкт-Петербург И уже после воссоздания Храма возвращен на свое исконное место Протодьякон читает послания апостола Павла Галатам по церковному славянски По законам искупит, да в сыновлении восприимем Да я коисте, сынове, послабок духа сына своего, сердца ваша вопиюща, а воочем Чем же уже не фираб, но сын, а щели же сын и наследник Божий Этот отрывок повествует о воплощении Сына Божия И как следствие этого воплощения усыновление человечества Богу Отцу Прочту по-русски Братья, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваших духа сына своего, вопиющего, Авва Отче Посему ты уже не раб, но сын А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа Тем временем мы с вами видим, как из алтаря Протодьякон выносит Святое Евангелие и направляется в центр Храма Христа Спасителя Здесь на кафедре будет прочитано Евангелие от Матфея, глава 2 стихи с 1 по 12 В нем говорится о поклонении волхвов и последовавших за тем событиях Благослови, святейший владыком, благовестителя, святагославного и всеввального, апостола и евангелиста Матфея Бог молитвами святагославного и всеввального, апостола и евангелиста Матфея Додаст тебе глагол, благовествующему силою многою Во исполнение Евангелия, возлюбленного сына своего, Господа нашего, Иисуса Христа Сам Господь через евангельское чтение будет возвещать глаголы вечной жизни Вслушаемся в эти слова Вонмим, то есть будем внимать Иисус урочуся в Вифлееме иудействием Во дни Ирода царя всего цвет восток придоша во Иерусалим Глаголище Где есть рождеще царь иудейский Видих он во звезду его на востоке И приидохом поклонитесь ему Слышав же Ира царь смутись И вся Иерусалима с ним И собрався первосвященники и книжники людские Во прошаше от них Где Христос рождается О, ниже рекоша ему В Вифлееме иудействием Так обописанное с пророком И ты, Вифлееме, земле иудова Ничим же меньшие сил Во владыках иудовых Из тебе воизыдет вождь И же упасет люди моя Израиля Тогда Иератай призывал хвы И испытаваше от них Время явшися звезды И послав их в Вифлеем рече Шет-шет Испытайте известно О, трачати Игда же обрящете Возвестись име Яко да яс-шет Поклонюсь ему О, ниже послушавше царя и доша И сей звезда И уже видиша На востокце Идяше пред ними В донде же пришедши Ставерху Идя же би отрача Видевше же звезду Возврадовавшеся Радостью велию зело И пришедше в храмину Видиша отрача Смарию Матери Его И падше поклонишася ему И отвершше сокровище своя Принесоша ему дары Златой ливан И смирну И весть приемше во сне Не возвратитесь По ироду Иным путем От идуша По страну свою Прочту Евангелие по-русски Когда же Иисус родился В Ефреме Иудейском В одни царя Ирода Пришли в Иерусалим волхвы С востока И говорят Где родившийся царь Иудейский Ибо мы видели звезду его на востоке И пришли поклониться ему Услышав это Ирод царь встревожился И весь Иерусалим с ним И собрав всех первосвященников И книжников народных Спрашивал у них Где должен родиться Христом Они же сказали ему В Ефреме Иудейском Ибо так написано через пророка И ты, Ефрем, земля Иудина Ничем не меньше воеводств Иудинах Ибо из тебя произойдет вождь Который упасет народ мой Израиль Тогда Ирод тайно призвав волхвов Выведал от них время появления звезды И послав их В Ефрем сказал Пойдите Тщательно разведайте о младенце И когда найдете Известите меня Чтобы и мне пойти поклониться ему Они Выслушав царя пошли И вся звезда Которую они видели на востоке Шла перед ними Как наконец пришла И остановилась над местом Где был младенец Увидев же звезду Они возрадовались радостью Весьма великою И войдя в дом Увидели младенца С Марией Матерью его И пав Поклонились им И открыв сокровища свои Принесли ему дары Золото Ладан И смирну И получив во сне Откровение Не возвращаться К Ироду Иным путем Отошли Страну Свою Патриарх 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 Интересная история Связана С евангельскими Волхвами По преданию Поклонившись Богомладенцу И принесли ему дары Волхвы Возвратились на родину И стали отшельниками Уже после Вознесения Господня И сошествия Святого Духа Их встретил Апостол Фома Проходивший С проповедью Евангелия Через их родные места От него Мудрецы Приняли Святое Крещение И сами Стали проповедовать Учение Спасителя Господи Иисусе Христе Божий наш Призри милостивным Твоим оком На скорбь И многоболезненный Вопль Чад Твоих В земле Украинских Исущих Избави люди Твои От междоусобной Брани Утоли кровопролития Отврати Належащие беды Лишенные Крова Веди в дом И алчущие Напитай Плачущие Утеши Разделенные Совокупи Не остави Стада Своей От сродних Своих В озлоблении Исущих Умалитеся Но скорое Примирение Яко щедр даруй О жесточенных Сердца Умягчи И к Твоему Познанию Обрати Мир Церкви Твоей Верным Чадом И я подашь Да единым Сердцем И едиными Усты Прославим Тебя Господа И Спасителя Патриарх Только что Прочел Специальную Молитву О мире На Украине В рождественском Послании С которым Патриарх Обратился В этом году К архипастерам Пасторам Диаконам Монашествующим И всем верным Чадам Русской Православной Церкви Он также Говорит О страждущем Народе Украины Призываю Всех Чад Многонациональной Русской Православной Церкви Сугубо Молиться О скорейшем Полном Прекращении Вражды На Украине Об исцелении Ран Как телесных Так и душевных Нанесенных Войной Людям Будем И в храме И дома Искренне Просить Об этом Бога Будем Молиться Также И о тех Христианах Которые Живут Вдали От наших Стран И страдают От вооруженных Конфликтов Начинается Пение Херувимской Песни Патриарх Только что Совершил Символическое Действие Омовение Рук Выпоминающее О том Что к таинству Святой Евхаристии Нужно Приступать С Очищенной Совести Звучит Песнопение Херувимское Музыка Николая Кедрова Патриарх Стоя у престола Читает Тайную Молитву После завершения Молитвы Следует Взаимное Поминовение Сослужащих Архиерейство Ваше Протеерейство Священство Архиерякост Протеерейство Диаконство Ваше Да поменят Господь Бог Во царстве Своем Всегда Ныне И пресна И во веки Веков Патриарх Направляется К жертвеннику Который Находится Здесь же В северной Части Алтаря На жертвеннике Совершается Приготовление Хлеба И вина Для Евхаристии Таинство Благодарения Здесь же Из Просфор Специально Приготовленного Хлеба Принесенного В храм Отсюда И название Просфора По-гречески Приношение Святейший Владыка Вынимает Частицы Произнося Имена Живых И усопших Мы видим Как Евхаристические Сосуды Богослужебные Сосуды Которые Употребляются При совершении Евхаристии Переносятся С жертвенника На престол Это Патир Чаша В которой Находится Вино Предназначенное Для совершения Таинства Дискос Блюдо На котором Полагается Евхаристический Хлеб Агнец Чашей Дискос Покрыты Покровцами Которые Напоминают Пелены Богомладенца И одновременно Погребальные Пелены Спасителя Которыми Было Обвито Его тело Положенное Во гроб Стоя В царских Вратах Патриарх Берет чашу У протодиакона И совершает Поминовение Предстоятелей Церкви Православное Константинопольского Варфоломея Александрийского Феодора Антиохийского Иоанна Иерусалимского Феофила Грузинского Илью Сербского Иринея Румынского Даниила Болгарского Неофита Блаженнейшие Архиепископы Митрополиты Кипрского Хризастома Афинского Иеронима Албанского Анастасия Польского Савву Чешских Земель Словакии Ростислава Американского И канадского Тихона Преосвященные Митрополиты Архиепископы И епископы Весь священнический Священнический И монашеский Чин Да поменят Господь Бог Во царстве Своем Всегда Ныне Присно И во веки Веков Архиепископы Пение Американского Преосвященнического И во веки Веков Митрополит Истринский Арсений Совершил Поминовение Представителей Русской Церкви И всех Молящих В храме А также Всех Православных Христиан Дискос С хлебом И чаши С вином Поставляются На престол И покрываются Воздухом Особым Покровом Символизирующим Площаницу Который Был Отвито Тело Спасителя При погребении Хор Завершает Пение Херувинской Я Куда Царя Всех Подымем Ангельскими Невидима Дарина Симон Чиньми Аллилуйя То есть Отложим Попечение Житейское Чтобы Встретить Царя Всего Творения Которого Незримо Сопровождают С торжеством Ангельские Силы Епископ Солнечногорский Сергий Осеняет Молящихся Дикири Матрики Так Завершился Великий Вход Завершает Нам От всяких Скорб И Гнев И Нужды Господу Помолимся Во время Екатерин Патриарх Молится о том Чтобы Господь Сподобил его Принести святые дары В жертву Духовную И Испослал на них А также На всех Верующих Благодать Святого Духа Во второй части Просительные МТИ Которая Содержит Прошение О важнейших Духовных Нуждах Желанных Для каждого Христианина Хор От лица Всех Собравшихся В храме Взывает Подай Господи Хочи Время Живота Нашего В мире И покаяния Скончатель Господа Просим Христианские Кончины Живота Нашего Безболезненны Непосыдны Мирны И доброго Ответа На страшном Судище Христове Просим Время Господи И святую Пречице Преблагословенную Славную Владычицу Нашу Богородицу И преснодеву Марию Со всеми Святыми Помянувши Сами Себе Друг друга И весь Живот Наш Христу Богу Предадим Время Господи Щедро Томи Иди Народ Много Сына Твоего С ним Же Благословен Иси Со Пресвятыми Благими Животворящим Твоим Духом Ныне И присно И Во веки Веков Аминь Всем Мы Дух Твоего Возьмем Друг друга А Единомыслием И Сповем И Далее Верующие Верующие Готовятся К возношению Святых Даров Важнейшими Условиями Для принятия Которых Являются Мир Любовь И И Исповедание Православной Веры Верующие Верующие Священнослужители По очереди Подходят К Патриарху Произносят слова «Христос Посреди Нас И Есть И Будет» Звучит Ответ После этого поется символ веры, посредством которого собравшиеся в храме исповедуют свою веру в истинный христианского учения. Составлен символ веры был святыми отцами на Первом и Втором Вселенских соборах. Соответственно, в 325 году в Никее и в 381 году в Константинополе, или как его называли на Руси Царьграде. Поэтому символ веры получил название Никео Царьградский. В это время патриарх снимает воздух, покрывающий святые дары, в знак воскресения Христова. Это действие, напоминающее нам о камне, отваленном от гроба Господня в момент воскресения Спасителя из мертвых. По окончании символа веры начнется самая главная часть Божественной Литургии – Евхаристический канон. Святое возношение, бескровная жертва сейчас, через несколько минут, будут приноситься не только за нас, но и от нас при нашем молитвенном участии. Песня. 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 нашего Иисуса Христа. Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Иисуса Христа, и любви Бога и Отечественной Иисуса Христа. Отрешимся от всего земного и вознесем ум и сердце в горний небесный мир. Благодарим, Господа! Совершение Таинства Евхаристия начинается с благодарения, подобно тому, как Спаситель на Тайной Вечере вознес благодарение Богу Отцу. Тем временем Патриарх читает молитву, в которой от лица всех верующих прославляет величие Божие, и Его благодеяние роду человеческому. Слушаемся об этих словах. И Царство Твое даровалось и будущее. О сих всех благодарим Тя, Единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго. О всех их же вемы, их же невемы, явленных и неявленных, благодеяния бывших на нас. Благодарим Те, о службе сей, и уже от рук наших, приятий изволил и сей. А еще и предстоят Тебе тысячи архангелов, и тьма ангелов, Херувимии и Серафимии. Шестокрыватье и многочистое, возвышающейся информацией. Победный песнь поющая, вопиющая, взывающая и глаголющая. Сими и мы блаженными силами, владыка человека, любчиво пием и глаголем, свят еси и присвят, и единородный Твой Сын, и Дух Твой святый. Свят еси и присвят, и великолепна слава Твоя, и же мир Твой так и возлюбил еси, як же Сына Твоего единородного дате. Да вся к веру и в Него не погибнет, но и мыть живот вечный, и же пришед, и вся я же она смотрень исполнив, в ночь в ню же предояшися, паче же сам себе предояша за мирский живот, прием хлеб во святые своя, и при чистые и непорочные руки, благодарив и благословив, осветив, преломив, дадя святым своим ученикам и апостолам реп. Сейчас прозвучат установительные слова Таинства Евхаристии. Патриарх снял митру и возложил на себя амафор, одежду подражания Христу, с тем, чтобы указать на важность совершающегося священно-действия. Будут произнесены слова Спасителя, которые прозвучали на Тайной вечере. Примите, ядите, сие есть тело мое, ежезавыломимое в оставление грехов. Подобни чашу по вечере глаголе. Пейте от нее вси, сия есть кровь моя, Нового Завета я же за вы и за многие изливаемое в оставление грехов. поминающего спасительную сию заповедь и вся же нас выше. Крест, гроб, тридневное воскресенье, на небеса восхождение, одесную сиденье, второе славное паке пришествия. Твоя от Твоих, Тебе приносящая о всех и за вся. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимсяся, Боже наш. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Еще приносим Те словесную сию и бескровную службу и просим, и молим, и мили садеем. Не спасли Духа Твоего, Святаго, на ны и на предлежащие дары сия. Господи же, Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим не спаславый, таго благи и не отыми от нас, но обнови нас, молящих-теся. Господи же, Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим не спаславый, таго благи и не отыми от нас, но обнови нас, молящих-теся. Господи же, Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим не спаславый, таго благи и не отыми от нас, но обнови нас, молящих-теся. И сотворил бы хлеб сей честное тело Христа Твоего, а ежев чаши сей честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим Святым. Силою, действием и наитием Святого Духа совершается величайшее Таинство. Хлеб и вино, не меняя своих физических свойств, обретают особую духовную силу. Сослужащие совершают поклонение святым дарам, как самому Господу. Христа Твоего Духа Твоего Духа, во исполнение Царствия Небесного, в дерзновение же к Тебе не в суд или в осуждение, еще приносим Те словесную и сию службу, о ежевере, почивших праотцах, отцах, патриарских, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистях, мученицах, исповедницах, воздержаницах и о всяком дусе праведном вере скончавшемся. Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице Нашей Богородице и Пресно Деве Марии. О святем Иоанне, пророце Претечи, Крестителе, о святых славных и всехвальных апостолах, о святых их же и память, совершаемая всех святых Твоих их же молитвами, посети нас, Божие, и помни всех усопших о надежде воскресения и жизни вечной, помни Господи Святейшие Преснопамятные Патриархи Сергия, Алексия, Пимена, Алексия, Преснопамятных рабов Твоих митрополита Никодима, протерея Михаила, Раису, Ирея Василия, Параскеву, Варвару Михаила, Владимира Татьяну и всех, сделанинами поминаемых, и упокой их и держа пресещает свет лица Твоего. Еще молим Тя, помяни, Господи, всякое епископство православных, право правящих Слово Твоей истины, всякое присвитерство во Христе, дьяконство, всякий смещеннический чин. Еще приносим Те словесную сию службу о вселении, о святей соборной апостольской церкви, о ежев чистоте и честнем жительстве пребывающих, о богохранимей стране нашей, о властях и воинствии. Дашь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Хор исполняет песнопение в честь Божьей Матери. Это Ирмос, девятая песня рождественского канона. Мы уже слышали его сегодня во время утренней. Субтитры создавал DimaTorzok Первых по имени Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты и всякое епископство православных, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твоей истинных. Первых по имени Господи, великого Господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всеярусе, свято-троицкие зельгивы лавры, священна архимандрита, его же даруй святым Твоим церквам в мире цело, честно, здраво-долгоденствующа, правоправяща, Слово Твоя истинных. Великого Господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всеяруси и свято-троицкие Сергиевой лавры священного архимандрита, преосвященные митрополиты и епископы, приносящие святые дары сия, Господеви Богу нашему. О преосвященных митрополитиях, архиепископях и епископях, и о всем священничествам и иночестям чиням, о богохранимей стране нашей, о властях, воинствия и народе ее, о мире всего мира, о благостоянии святых, Божьих церквей, о спасении и помощи с отчаянием и страхом Божиим, труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении ослабе блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей, предстоящих стоящих и о их же киждо помышлении и мать и во всех и за вся церковь церковь молится о всех и за вся, то есть о всех живущих и о мужчинах и о женщинах и дождь нам единими усты и единим сердцем славите и воспевати пречистое великолепое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа ныне и пресно и во веки веков Единами Единами усты и Единым сердцем это то самое духовное состояние которое достигается участием в совместном богослужении всех верующих и патриарха и архипастыри и пастыри и монашествующих и миряков И это подлинное единение происходит во время каждого богослужения особенно во время совершения божественной литургии когда соединяется Церковь земная странствующая и Церковь торжествующая небесная когда все и во всех Христос Господу помолимся заступи спасибо милую и сохрани нас Боже Твоей благодатью просительная ягтинья которая звучит сейчас под сводами храма знаменует собой начало приготовления молящихся к причащению это ягтинья называется начинается словами вся святые поминувшие паки и паки то есть еще и еще раз миром Господу помолимся христианская церковь с самого начала чтит святых божественных человеков ветхозаветных праведников святого пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна апостолов учеников спасителя просветивших мир светом Евангелия мучеников отдавших жизнь за Христа святителей положивших души свою на свою паству преподобных святых монахов аскетов и молитвенников за мир праведников проживших жизнь в миру но среди волнений житейского моря сохранивших чистоту помыслов и горения Духа не гостей исподоби нас владыко содержимое не осуждено смете призывать тебе небесного бога отца И глаголотим. Это Екатинья завершается возгласом. Исподобие, то есть удостой нас, Владыка, Содерзновение, то есть сыновной смелостью, неосужденно, Сметь и призывать и Тебя, Небесного Бога Отца, и глаголотим. Все, собравшиеся в храме, поют молитву Господню, Отче наш. Спаситель первым назвал Бога Отцом, как Сын Божий. А то, что мы дерзаем повторить за Ним эти слова, стало возможным благодаря воплощению Сына Божия, Его рождению на земле от Дены, Его искупительному подвигу и славному воскресению. Одно из прошений молитвы Господней, «Хлеб наш, насущный, дашь нам месь», относится не только к хлебу земному, к телесной пище, но прежде всего к хлебу святой Евхаристии. Аминь. Аминь. Приближается момент причащения. Возглас «Святая святым» напоминает о том, что к святости призван каждый христианин. Недаром святой апостол Павел в своих посланиях именует первых последователей спасителя святыми. Царские врата затворяются, и сейчас в алтаре духовенство будет причащаться. Кроме того, этот возраст «Святая святым» служит напоминанием о том, что святыня, тело и кровь Христовы, преподаются тем, кто очистил свою душу покаянием в таинстве исповеди. Один Господь свят, Он один источник святости и может сделать Ее причастником, устремленного к Нему всеми помыслами души и сердца человека. Эту великую истину возвещает хор от лица всего народа Божия, смиренно признающего Своё недостоинство и несовершенство. В этот момент богослужения, когда в алтаре за закрытыми царскими вратами происходит причащение священнослужителей, алтарь символизирует Сионскую горницу, в которой Господь на Тайной вечере установил таинство Евхаристии. И в это время хор исполняет запричастное песнопение «Христос рождается!» «Христос небес, Христос небес, Христос небес!» Песнопение написано нашим современникам, композитор Микита. «Христос небес, Христос небес, Христос небес!» Песнопение написано нашим современным «Христос небес!» Песнопение написано нашим современникам, композитор Микита. Яков, прославися, прославися! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9 стих. Преосвященный Архипастырь, досточтимы отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры! От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам и поздравляю со светлым и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа! Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения! Прославляя из года в год неизреченное к нам снисхождение Спасителя, Мы, как некогда вифлеемские пастухи, услышавшие от ангела великую радость, которая будет всем людям, спешим духовными очами узреть Мессию, пришествие Коева, предсказывали славные пророки и ожидало многое множество мужей и жен. И вот, желаемый, по слову пророка Агея, всеми народами уничижает себя самого, принимая образ раба, становясь подобным человеком. Повелитель Вселенной избирает себе не императорский дворец, не жилище властителей мира сего, Ни чертог богатых и знатных. Ему не находится места даже в гостинице. Сын Божий рождается в пещере для скота. Колыбелью же ему служат ясли для кормления животных. Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в которых просияло богатство божества? Избрав для таинства нашего спасения последнюю нищету, Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые считаются весьма значимыми в нашем мире. Власть, богатство, слава, знатное происхождение и социальный статус. Он предлагает нам иной закон жизни, закон смирения и любви, побеждающий гордость и злобу. По этому закону слабость человеческая, соединенная с благодатью Божией, становится той силой, которой не могут противостоять обладающие в мире всем властью и могуществом. Сила Божия являет себя не в земном величии и мирском благополучии, а в простоте и смирении сердца. По слову преподобного Серафима Саровского, Господь ищет сердце, преисполненного любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором Он любит восседать. «Сыне, дашь мне сердце Твое», – говорит Он, – «а все прочее я сам приложу Тебе, ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие». Господь не гнушается нищими и бездомными, не презирает тех, у кого мало денег и непрестижная работа, и тем более Он не пренебрегает имеющими физические недостатки или тяжелобольными людьми. «Все это само по себе не приближает и не отдаляет человека от Бога, а потому и не должно повергать его в уныние или становиться причиной губительного отчаяния. Спаситель взыскует нас самих. Сын мой, дочь моя, отдай мне сердце Твое», – призывает Он. «Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом, который пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком, и который сам есть единственно верный путь и непреложная истина и подлинная жизнь. И да не устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности, и да не сломят никого из нас, выпадающий на нашу долю испытания, ибо с нами Бог, с нами Бог, и из нашей жизни уходит страх. С нами Бог, и мы обретаем душевный покой и радость. С нами Бог, и мы с твердой надеждой на Него совершаем свое земное странствование. Пшествуя за Христом, человек идет против стихи мира сего. Он не покоряется встречающимся соблазном и решительно разрушает стоящие на этом пути преграды греха. Ведь именно грех отдаляет нас от Бога и делает нашу жизнь по-настоящему горькой. Именно Он, заслоняяя свет божественной любви, ввергает нас в многоразличные бедствия и ожесточает наши сердца по отношению к другим людям. Побеждается же грех только благодатью Святаго Духа, которая подается нам через Церковь. Сила Божия, будучи нами воспринятой, преображает наш внутренний мир и помогает в соответствии с волей Господа изменять мир внешний. И потому отпадающие тем или иным образом от единства церковного теряют, подобно засыхающему дереву, способность приносить поистине добрые плоды. Особое слово я хотел бы сегодня обратить к жителям Украины. Братоубийственное противостояние, которое возникло на земле украинской, не должно разделять чад церковных, сея в сердцах ненависть. Настоящий христианин не может ненавидеть ни ближних, ни дальних. Вы слышали, обращается ко внимающему ему Господь, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми». Пусть эти слова Спасителя станут для всех нас руководством в жизни, и пусть злоба и неприязнь к другим никогда не обретают место в нашей душе. призываю всех чад многонациональной русской православной церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекращении вражды на Украине, об исцелении ран, как телесных, так и душевных, нанесенных войной людям. Будем и в храме, и дома искренне просить об этом Бога. Будем молиться также и о тех христианах, которые живут вдали от наших стран и страдают от вооруженных конфликтов. В эту же рождественскую и святозарную ночь и последующие святы дни восхвалим и превознесем нашего Спасителя и Господа, благоизволившего многого ради человеколюбия своего прийти в мир. Подобно библейским волхвам принесем Богомладенцу Христу свои дары. Вместо золота – нашу искреннюю любовь. Вместо Ладана – теплое моление. Вместо Смирны – доброе и заботливое отношение к ближним и дальним. Еще раз поздравляю всех вас, дорогие мои, со светлым праздником Рождества, а также с наступившим новолетием. Молитвенно желаю вам обильных милости и щедрот, от великодоровитого Господа Иисуса. Аминь. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Рождество Христово 2016 года. Рождественское послание огласил епископ Солнечногорский Сергий, руководитель административного секретариата Московской Патриархии. И вот сейчас царские врата открываются, и начнется причащение мирян, то есть тех, кто подготовился к принятию таинства тела и крови Спасителя. Этим действом, собственно, и заканчивается торжественное ночное рождественское богослужение в главном храме Русской Православной Церкви, в храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх сейчас прочитает молитву перед Прочащением. 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 Патриарх начинает причащение. Звучит песнопение «Тело Христово приимите источника бессмертного вкусите». В этих словах вера Церкви в источник жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Рождество Которого мы столь торжественно и радостно отмечаем ныне. Рождество Христово – это дар любящего Бога всему человечеству. И от каждого из нас зависит принять Его или отвергнуть, стать своим Богом или приупоставить себя Ему, иметь жизнь с избытком или скитаться в безбожной пустыне одиночества и печали. Праздник воспоминания священного события Боговоплощения, столь торжественный и радостно начавшийся ныне, согласно церковному уставу, будет продолжаться в течение семи дней. В эти светлые рождественские дни православные люди с особым религиозным чувством будут духовно соучаствовать в обновленной и преображенной пришествием в мир Спасителя жизни. Это поистине всеобъемлющее торжество – залог вечной блаженной жизни в невечернем дне Царства Христова, Царства добра и справедливости, любви и гармонии. Заканчивая прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя, мне хотелось бы обратиться ко всем вам, уважаемые телезрители, словами апостола Павла. Бодрствуйте, стойте в вере, будете мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Я, Николай Державин, прощаюсь с вами и от души желаю, чтобы всесчедрый Господь и впредь не посылал вам все благое и потребное для жизни и трудов. Во славу Божию на благо Отечества и ближних! Всего вам доброго! С праздником!